Дорогие братья и сестры, я всех вас витаю. Сегодня у нас 12 марта. Как я уже в сегодняшней утренней эфире говорил, знаете, несмотря что 12 марта, но у нас на дворе как зима. Снег. Я не знаю, как там в Днепре, брат Амблит, у вас снег есть? У нас мороз есть. А у вас мороз есть, а у нас обильный снег сегодня выпал, сегодня утром. Так что мы начинаем наше служение, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях брат Амблит, пастор церкви Днепра. И сегодня его день, пятница, поэтому передаем слово. Пусть Бог благословит, брат, приведет до молитвы, а мы внимательно послухаем. Прошу, брат. Спасибо, брат Санон. Всех приветствую, дорогие мои братья и сестры. Я очень благодарю Бога за это прекрасное время, что Бог дает нам возможность, хоть и физически мы далеки от друг друга, но мы можем в духе соединиться и поклоняться перед нашим Господом, перед Иисусом Христом. Я верю, что когда мы собираемся во имя Его, я верю, что Бог обязательно имеет для каждого из нас свое живое Слово, Слово, которое исцеляет, утешает, укрепляет, поднимает. И я верю, что сегодня Он имеет это Слово для тебя, для меня, для каждого из нас. Во имя Иисуса, я вас благословляю и хочу вам сказать, что Бог любит вас, и я люблю детей Божьих. Слава Иисусу! Хотелось, знаете, прочитать одно местописание, всем известный. Я не хочу вас учить, но хочу напоминать, освежить нашу память. И вот Евангелие от Иоанна, 8 глава. Иисус же пошел на гору Еленску, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ей посреди, сказали Ему, учитель, это женщина взята в прелюбодеяние. А Моисея в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившийся низко, писал перстям на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившийся, сказал им, кто из вас без греха? Первый брос на ней камень. И опять, наклонившийся низко, писал на землю. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившийся и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не крещи». Очень прекрасная история. Первая в этом история, что я заметил, что написано в втором стихе, «Весь народ шел к нему». Вот весь народ шел к Иисусу, и Иисус учил их. Хотелось бы, чтобы, знаете, столько было прозрачно Иисуса в нашем жизни, чтобы вокруг нас люди шли к нам, и чтобы мы могли им рассказывать про Иисуса. Это очень важно. Я помню, была однажды такая история, мне пригласили в Донецк на конференцию, я должен был там проповедовать. И когда братья проводили меня до вокзала, еще там час осталось до поезда, и вот сижу в вокзале, в ожидании, в зале ожидания, и вдруг смотрю, там два в преклонном возрасте, 65-70 лет, два женщины сидят и между собой там беседуют. И я так говорю, подойду, возле них буду сидеть, и может, возможность будет, чтобы сказать про Иисуса. И когда Сил на одно ухо начал слушать, о чем они говорят, это как раз был воскресный день, и вот я услышал, что они про Иисуса говорят, они христиане. Но знаете, что удивило меня, что они не говорили про Иисуса, они говорили, кто проповедовал в церкви, и они не говорили о Слове Божьем, а так, знаете, что было печально, что обвиняли они этого проповедника. Вот сидели и обвиняли. Мне так хотелось слушать им, что они верующие, я хотел от них услышать про Христа. И когда, знаете, я так аккуратно хотел вмешиваться в их разговор, они, не зная меня, кто я, они начали меня обвинять. Что воскресный день, они не знали, что я три дня в конференции проповедовал, там служил, они начали, и мне уже чуть, знаете, от не отправили меня. Я когда сказал, извините, я пастор церкви, они начали, а из какого братства, из какого, там, в какую церковь ходишь, они начали вот именно это, не радовались, что возле них христиане. Не радовались, что пришел брат и нашел место возле них. Они в этом не радовались. А начали осуждать. Знаете, часто бывает, вот мы не зная, наперед и начинаем осуждать. Я помню историю, библейскую историю. Один человек, Захей, он, знаете, как-то в израильском народе его не принимали. Ну, он был миттер, начальник миттера, он обманывал свой народ. Обманным путем он стал богатый. Но, знаете, однажды, когда Иисус шел, он, чтобы увидеть Иисуса, он поднялся на дерево, чтобы увидеть. Иисус подходит и говорит, Захей, спустись, сегодня я буду в гостях у тебя дома. И, знаете, этот момент, когда Иисус сказал, что я буду у тебя дома, мне кажется, многие люди начали осуждать Иисуса. Вот он выбрал дом грешника, предателя, который нас обманывает. Знаете, они не думали, что Иисус, заходя в этот дом, принесет изменения, и этим людям будет хорошо. Они об этом не знали. Они просто видели, что Иисус будет заходить в дом Захея. И помните, когда Иисус зашел в дом Захея, и когда Он сказал, кто Он есть, и что Он должен делать для всего человечества, Захея, знаете, говорит, Господи, говорит, кого обидел, дам больше, половину моего богатства раздам нищим. Иисус говорит, и это есть сын Аврагама. Знаете, вот часто бывает, в наше время мы начинаем судить, не зная до конца. Почему? Зачем? Вот мы не знаем, и мы начинаем судить. И мы не начинаем Христа показывать, а мы начинаем судить. Вот эту женскую щену, знаете, поймали в плодопрелюбодеяние, и готовы были их народ, один и тот же народ, готовы были камнями побить. Просто камнями побить, уничтожать, убить от общества, как было записано в законе Моисеева. Дорогие мои братья и сестры, сколько мы сегодня готовы, знаете, принимать тех людей, которые были вместе с нами. Может быть, они упали. Может быть, они не так думают, как мы думаем. Может быть, они не так ходят, как мы ходим. Сколько мы готовы их принимать. За них тоже, знаете, кровь Иисуса пролита. Мы можем осуждать человека, знаете, сказать, а ты не одеваешься, как мы, а ты не думаешь, как мы, а ты не молишься, как мы. Мы вот так говорим по мышлениям этого мира. Но не думая, что за него пролита кровь Иисуса Христа. Что интересно, что, знаете, Иисус, Он имел право судить этой женщине. Потому что сам Иисус должен был кровь пролить именно для этой женщины. Никто из людей, никто не должен был пролить. Ни я, ни ты. Никто за этого грешника не пролил свой кровь и не будет проливать. Но именно сам Иисус праведник, сын Бога живого, кто свою кровь пролил за каждого грешника. И Бог говорит из Икеле, что Бог не хочет смерть грешника. И еще одну мысль хочу. Знаете, Бог, дорогие мои братья и сестры, когда был тронный зал, это мое представление, когда был тронный зал и тронном зале сидел отец, и там решался план спасения человечества. И Бог говорит, кто-то должен идти и умереть за всего человечества. И в тридцать девятом псалме Иисус говорит, жертва и приношение ты не вас хотел. А что ты хотел, Отец? Чтобы именно Сын Божий, Иисус Христос, приходя в этот мир, умирал за грешников, за меня, за вас, за всех людей. Не имеет значения, в каком поколении ты верующий. Не имеет значения, ты архиепископ или простой. Именно Сын Божий, именно Иисус Христос свою кровь пролил ради меня, ради каждого грешника. И я за это благодарю Бога, что Бог искупил нас не тленным серебром и золотом, но искупил нас драгоценной кровью своей. Почему Бог не купил нас тленным золотом и серебром, он заплатил такую цену, цена, которая исходит с неба, и выше этой цены никто не может оплачивать. Когда аукционы что-то покупают, это высшая цена. Выше этой цены аукционы, рабством аукционы нет. и заплатил самая высокая цена ради всего человечества, ради народов, ради меня и ради нас. И часто я замечаю, что мы христиане, мы не делаем то, что мы должны делать, дорогие мои братья и сестры. Я смотрю, что мы взяли, часто мы берем роль осуждения. Апостол Павел, он говорит такие прекрасные слова. Он говорит, все это я делаю ради одного дела. Для чего? Чтобы быть участником Евангелия. И Иисус говорит, лучше для вас, когда я пойду. И говорит, когда я пойду, Утешитель придет. Дух Святой. И приходя Он в нас, будет обличить этот мир. Я хотел бы, чтобы, знаете, дорогие мои братья и сестры, на этом молитве, что мы будем молиться, я хотел бы, чтобы мы молились за нас, за христиан, за братьев и сестер, за церковь, за церковь, чтобы они делали то, что должны делать. То, что мы, христиане, должны делать, то поручение, которое Бог нам дал. Сегодня я осмотрю, мы не делаем то, что мы должны делать. конечно, я вам скажу, все хвала, все слава принадлежит Богу. Мне приятно, когда я вижу, что брат Сало там кормит людей. Я знал многих церквей, многих пастырей, и наша церковь, многих таких служений участвует и в кормлении, и в тюрьмах, и реабилитационный центр. Но суд не в этом, чтобы мы там показывали, кто мы. нет и нет. Но я хотел бы, чтобы церковь в это последнее время пробудилась, дорогие мои. Чтобы мы людям помогли, чтобы мы людям показывали Христа в нашем жизни, что Христос Он в наших сердцах, Он в наших жизни. Чтобы люди пришли к нам. Очень важно, чтобы люди захотели прийти к нам. Не просто уходили от нас, а захотели прийти к нам. Захотели прийти к нам, и чтобы сказали и тебя, и меня, нас. Ты про твоего Бога. Скажи, пожалуйста, я хочу про Него больше узнать. Вот этого Бога, который ты имеешь в своем сердце, потому что в этом городе, в этом обществе, в котором мы живем, нету таких людей, как ты. Потому что ты необычный человек. И ты необычный, потому что Бог живой живет в тебе. Вот это очень важно, чтобы мы представляли живого Бога в наших сердцах, в этом погибающем мире. Это очень важно, дорогие мои. А если у нас этого нету, а просто мы как учителя учим, учим, уже 20 лет мы ходим в церковь, 30 лет мы ходим в церковь, и в этом гордимся, радуемся, что я там 30 лет. Это хорошо, что ты ходишь в церковь 30 лет, но если ты плоды не приносишь и Иисуса Христа не показываешь этому миру, то тщетно твоё служение. Или мы должны показывать Иисуса Христа в этом мире, или мы должны быть свет в этом мире, или мы должны быть соль, или соль, если потерял свою силу, то ни к чему не годит, его выбрасывают. Поэтому мы должны быть живы в Иисусе Христе, чтобы Иисус живой был в нас, во имя Иисуса. Я вас благословляю и хочу вместе с вами помолиться, чтобы Бог пробудил нас, и чтобы пробудивши, мы пробудили наших братьев и сестер. Я честно сказать, я не хочу, и не хочу, не хочу, когда пустые слова, когда просто громко говорят, я хочу дела, мне нравятся дела, когда что-то ты делаешь, вот это прекрасно. И когда мы это дела делаем, и нашими делами мы прославляем Иисуса Христа, это нам приятно. Мы поднимаем нашу голову, и мы радуемся, и мы славим нашего Иисуса. Давайте мы помолимся, дорогие мои. Давайте подключаем микрофон, друзья, вздеваем нашего Бога, молимся. Аллилуйя Тебе, Аллилуйя, 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 Иисус, Господи, мы тебе возвеличим, Боже, слава Тебе, и благослови Тебе, 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 Чижборно, сердце, кожну, души, Господь, Боже, ты, ваше состояние души нашей, слава Тебе, Слава Бог, Капарас. Аллилуйя, Тебе болят. Слави Господь Боже наш. Аллилуйя, Иисус. Слави Дух наш, Господи Боже, поможи нам. Аллилуйя, Иисус. Як бы ваша не была, Господи, Господи, послали вас лечить, Аллилуйя. Так ослаби Тебе, послали, Господи. Ами арафон, Тина райдан, Сунда лора. Слаби, Аллилуйя, Господь. Эх, Дифлом, Харабан. Господи, Твои очи, Аллилуйя, Тебе ускорим. Бифлара, Лайфи, Аген, Сунда лога, Дополам, Перепадас. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя, наш Бог, Господь, Вечный Живой. Мы поклоняемся перед Тобой, Владыка, и преподносим Тебе славу. Нет подобного Тебе, Господь, ни на небе. Нет подобного Тебе, Господь, ни среди сынов человеческих. Ты первый и Ты последний. Ты есть Альфа и Омега. Ты есть утренна звезда, освящающая наши сердца. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя, что однажды Ты оставил славу небес, и пришел этот мир ради меня и ради всего человечества. Мы благодарим Тебя, Господь, за каждую каплю кров, которая пролита была в Голгофе ради нас. Бог Святой, я благодарю Тебя и благословляю Твое Святое Имя, что Ты есть в наших сердцах. Мы благодарим Тебя, Господь, дарованная нам благодать, что мы сегодня имеем благодаря Тебе спасение и вечную жизнь. Мы благодарим Тебя, что наши имена написаны в книге вечной жизни. Я благодарю Тебя, мой Бог, что однажды Ты просто помиловал нас. Ты имела право судить нас, но вместо смерти Ты даровал нам вечную жизнь. Мы благодарны Тебя, мы благодарны Тебя, что Ты омыл и освобождал и Твое Святое Царство Ты открыл в наших сердцах. Мы благодарны Тебя, Господь. И эту часть я поклонялся перед Святым именем Твоим и именем Твоим я благословляю моих сестер и моих братьев. Я благословляю каждого участника в этом служении. Господь, я молю Тебя, пусть Твое благословение изливается, как обыльный дождь, на моих сестер и на моих братьев. Пробуди нас, Отец, чтобы пробудившие мы пробудили других. Господь, умоляю Тебя, дай нам, Господь, чтобы каждый из нас проверил себя, проверил свое светильник. Масло есть в наших светильниках или нет, Отец? Господь, я умоляю Тебя во имя Иисуса, чтобы мы были способны слушать Твое Слово, чтобы мы были способны исполнять Твое Слово, чтобы мы были способны принимать Твое Слово в наших сердцах, Господь. Я умоляю Тебя во имя Иисуса Христа. Господь, будь вместе с нами и прославляйся в нас. Наш великий чудный Господь, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, братья и сестры. Мы продолжаем наше служение. Дякуем Богу, благодарим братам за Слово, которое Господь положил в Твое сердце для нас, для укрепления нашей духовной состояния, да поможем и Сынам Бог. Добрый, мы продолжаем наше служение, друзья, что Бог приготовил сегодня для нас. Хай Бог укрепит нас. Хай даст нам вдохновение, бедваги. Церковь бедваги должны, прихожане, члены церкви, будьте бедважны. Поэтому да поможет нам Бог. Пожалуйста, у кого есть Слово, Песня, Верш, хай Бог благословит. Прошу. Скажи, кто это, и чтобы я знал, кто говорит. Кто поет? Сестра Люда? Я не знала, что включен микрофон. Микрофон включен, песня вроде есть, но мы не можем понять, это песня или припев. Добрый, спеваем, сестра, хай Бог благословит, или бирж, или шо церкви. Так, включи камеру и пожалуйста. Не слышно. Отключился микрофон. Работает микрофон, говорит. Родные люди, близкие сердца, они выходят против вас на битву, а вы в проломе стойте до конца, приобретайте их молитвой. Они от Господа так далеки, им дело не цеподня до спасения. Нет, не спаси движением руки, приобретайте их терпением. Они не покоряются словам, они и слышать не хотят о Боге. О мудрости Господь пошлет пусть вам, приобретайте их любовью. Вам должно свет Иисуса излучать, обиды им прощая и ошибки. Не говорите, лучше помолчать, приобретая жизнь. Сидел слепец с протянутой рукою, ни друг, ни брат не мог ему помочь. Страдал без света телом и душою. Пришел Иисус, И тьма бежала прочь. Где Иисус Христос, Там радостью все дышит. Смолкает плач, Слабеет гнет мирских забот. Уходит тьма, Приходит село свыше, Там жизнь, там мир, Куда Иисус Христос войдет. Нечист, нечист, Давал знать прокаженный, Глухонемой безмолвно слезы ливил. Больных коллег неслися к небу стоны. Пришел Иисус, Все язвы исцелил. Нечистой силой день и ночь гонимы, Искал в гробах убежище себе. А камни бился, Все бежали мимо. Пришел Иисус, Принес конец борьбе. Где Иисус Христос, Там радостью все дышит. Смолкает плачь, Слабит гнет мирских забот. Уходит тьма, Приходит село свыше, Там жизнь, там мир, Куда Иисус Христос войдет. В сердцах печаль, О будущем страданье, Прибит на крест, Кто был их душ царем. Сгустилась тьма, Стеснили грудь рыданья. Пришел Иисус, И ночь сменилась днем. И в наши дни Так многие познали, Как страшен грех, Как мучит он своих, Когда в бессилии Господу возвали. Пришел Иисус, И поселился в них. Где Иисус Христос, Там рыгостью все дышит, Смолкает плачь, Слабит гнет мирских забот. Уходит тьма, Приходит сила свыше, Там жизнь, там мир, Куда Иисус Христос войдет. Там жизнь, там мир, Куда Иисус Христос войдет. Слава Богу! Слава Богу! Знаете, продолжу, Миссель брата Гамлета, Я хочу напомнить нам одно место. Очень был удачный пример По поводу женщины, Которой, казалось бы, Тут выхода нет. Казалось бы, ты доехал, Уже все, доехала, финиш. Но, знаете, Когда мы проходим к Христосу, Зажали ей выход. И Господь дал шанс женщине. Правда, того мужика не написано, Девин, куда делся. Но, может, его уже побыли, Там понятия не имею. Но факт, что у нее Господь дал новый шанс. И те осуждали его, конечно, ей. Сказали, что она такая всякая. Но Господь дал им шанс. И им, и тем. Ей, и им. Они осознали, что они тоже достойны Такими поведкомнями. Они потихонечку уходили. Но она залишилась, У нее некуда ходить. Куда ходить, Если она уже поймана. А Господь говорит, Иди, женщина. Иди, больше не греши. Я тоже тебя не обвиняю. Я хочу, помните, Когда-то я недавно казался, Не может, давно это было проповедовал. Такое хорошее есть местописание. В Михаиле написано, О, человек, сказано тебе, Что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, Любить дела милосердия, И смирно-мудро ходить перед Богом твоим. Есть такое хорошее место. И, знаете, в этом мире мы часто хочем, Не часто, Мы всегда хочем быть справедливыми. Все хотят быть справедливыми. Все хотят, чтобы к ним действовали справедливо. А чем мы действуем справедливо? Ну, это уже спорный вопрос, Потому что мы всегда, конечно, за справедливость. Я хочу, коротко, может ли, поделюсь одной думкой, Пока в голове у меня. Здесь написано Исаия, 65 глава, Мы говорим о справедливости. 65 глава, 8 стих. Я тоже когда-то говорил, поделился об этом. Так говорит Господь. Когда видишь в виноградном кисти сок, Находится сок, Тогда говорят, Не повреди ее, Бувни благословения. Когда видишь в виноградном кисти сок, Не повреди. Это о чем-то говорит, правда? Если ты видишь в виноградном кисти сок, Это значит, что там есть надежда, Это жизнь. Там есть все необходимые, Чтобы этот виноградный кисть, Виноград принес плоды. Одно дело, когда сухое, Мы знаем, Иисус говорит, Сухие ветви выбрасываются вон, Как той соли не потребны. Кому нужен? У тебя два мешка соли есть. Да? А что ты держишь? Ну, ты что, это соли? Ну, а соли просто потерял, Вин не соленый, Она держит. Слушай, на что ты держишь? Выкинь. Никому не потребна соль, Который не соленый. Сто лет не потребна. В виноградном кисти есть сок. Возможность. Я когда-то говорил, Знаете, Оказывается, Есть более 5000 видов виноградов. Уявляете ли? 5000 виноградов. Столько сортов, Столько этих самых. И что интересно, Виноград сам по себе Дает все, Начиная от корней, Заканчивая плоды, Все корисно, Полезно. И от всего что-то делается. Брат Гамлет прекрасно понимает, Что кроме винограда самого, Что мы делаем ему, И делаем изюм, Мы же використовываем виноградные листья. Это очень вкусные голубцы долма. Очень прекрасные. Когда, Однажды я тут на Украине показал, Как я взял листья, Молодой листья и гиб. А, Они, Дивись, Смотри, Говорю, Чего? Типа я голодный, Что ли? Да нет, Кажи, Это кислый, Это вкусный, Это приятно. Мы голубцы делаем. Ну, Да, Кто-то, Кажи, Я чувствую, Да, Я бачу, Но виноград сам по себе, Это очень полезное растение, Бог нам подаровал, Бог благословил. И, Я скажу, Там, Можно перечислять, Что от него делается, И всякие кошики, Там, Варенье, Масло, Там, Ну, Короче, Компоты, Всякие вина, Вины всякого рода, Там, Не знаю, Короче, Очень-очень много делается. Но, Господь сегодня нам говорит, Что, Если ты видишь, Бог говорит, Прямо говорит, Это не просто говорит, Это нам о чем-то говорит. Если ты видишь, Вот, Брат, Сегодня я говорил, Да, Мы, Конечно, Первая реакция, Обвиняем человека, Первая реакция у нас, Как у нас вложена, А потом, Конечно, Я вспоминаю, Знаете, Такой детской истории есть, Скажут, Мама заходит в комнату, Бачит дочка, Маленькая дочка, Две яблоки в руках, Иди, Скажи, Доча, Дашь маме яблоко? Она говорит, Она дивится на маме, На эти яблоки, Потом взяла, Откусила оба два яблока. Мама дивится, Скажи, Доча, Не надо быть, Она хочет сказать, Что не надо быть жадной, Думает, Какую дочку я выросла? А потом, Она откусила, Мама, Это вкуснее, Возьми. Знаете, Детячая простота, Да? Детская простота. Она думает, Она думает, Какую маму лучше дать? А мама думает, Я кажу, Она откусила, Чтобы, Понимаете, Вот сразу, Первый взгляд, Мы готовы обличать, Мы готовы, А, Ты бачила его, Ты бачил ей, Она такой-сякой, Оказывается, Это совсем не так, Как нам кажется. Это просто нам кажется. И эта девчина Хотела маме как бы лучше, Ты же мама, А вдруг она даст, Это будет не очень вкусно. Она по-своему рассудила. И она делала правильно. Ну, конечно, Маме было соромно, Мама обняла дочку, Выплакала, Ладно, Там оставим Ее покоя. Но главное, Что она Осознала, Она неправильно поступила. Когда-то я рассказывал, Что я у себя Огороды, Там, В селе Посадил винограды. Виноградные лозу Посадил там. Жду, 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 Вроде они росли, Росли, Переросли, Не росли уже. Я уже потом Еще раз купил. Потом, Кажу, Этого хозяина, Дружая, Что-то я не могу понять. У тебя бизнес-то? Он такой, Ты продаешь Это все, А они у меня Не растут. Это все Новый бизнес. Он говорит, А как ты посадили? Что? Я говорю, По твоим рецептам. Как ты сказал? Копал, Выкопал, Засыпался. Ну, Говорит, Хорошо, Я, Кажется, Дам бесплатно И приду проверить. Координат бесплатный. Я заплачу, Али иди сам посади. Он пришел, Я два раза у него куплял, Это третий раз. Приходим, По-моему, Половина не взял гроши, Мы пришли, Он взял ножа, Достал и начал выговаривать там. Говорит, Слушай, Тут есть жизнь. Это живая? А сухая, Палка торчит. Сухая. Брат Виталий свидетель, Они нормально растут все. Он одного пробовал, Второго пробовал, Кажется, У вас все живы, Что вы хотите? И говорю, Что они высохли? Они не высохли, Они спят. Они все живы. Знаете, Что он видел? Он видел сок. Он видел, Что эта палочка, Это не просто палочка, Это кисть виноградный, Который там есть сок. И это дает надежду, Что однажды там будет виноград. Который будет? Когда будет? Ну, будет. Вчера мы чули о терпении, Да, братца, Что проповедовали? Терпением спасайте души ваши. Господь дает нам право, Браты и сестры, Друзья, Чтобы мы действительно Могли проявить терпение И действительно могли Замечать Божье присутствие В нашей жизни. Не преждевременно судить, Не преждевременно говорить То, что не угодно, не требует, Али хотя бы потихонечку вникать. Я думаю, что вы памятаете Випады, когда Бог отправил Иону Ниневью. Потому что этот народ Ну, дуже погано себе веле. И Бог тоже Ниневью, Все, иди проповедуй. Ну, мы знаем, он отказался. Потом эту историю тоже, кстати, Я расскажу, чтобы мы знали, Вспомнили, Я скажу, брат Гамлет, Напоминание про Будет чистый сеть. Когда маленькая девчинка Выходила из недельной школы, Мама забирает, И по дороге она захватит, Рассказывает, что Как учителька рассказывала, Что в недельной школе, Как дядя Иона Там приходил этот самый, Не хотел слухаться Богу, И впоследствии попал Катастрофа, Попал в океан, Корабль его выкинули, А потом кит глотал дядю Иону, И она так и плачет, И говорит, И знаете, мама, Так получилось, Потом дядя Иона плачет, И вот и кита, И просит, И она плачет, Рассказывает, А рядом дедушка сидит и говорит, Доча, Ты не плачь, Это неправда, Она говорит, Как неправда, Это там кто-то, Мария Петровна, Рассказывала, Что это правда, Это в Библии написано, А дедушка успокаивает, Доча, Неправда, Не плачь, Неправда, Это не эта сказка, Она, Нет, Это правда, Ну как это неправда, Вот я буду в раю, Я спитаю дядю Иону, А дедушка говорит, А если он будет в аду? Она так подявилась на него, На маму, Ну тогда вы испытайте, Я что, Ты такой неверующий? Вот это дядя Иона, Так получилось, Что впоследствии, Пришел и начал проповедовать, Начал рассказывать про Божью истину, Чтобы люди добрые, Зупиниться, Остановиться, 6-40 дней, И небо разрушится, И знаете, Там нашлось, Разумный царь, Который, Иногда сегодня люди, Знаете, Что вчера корову пасли, Ну грубо говоря, Я образно говорю, Сегодня стали царем, И они страх потеряли, А на этот царь, Может у него там, Кто знает, Кто, Все в пятом роде, Все цари были, Слушается голос Божий, Слухает, Сышевин говорит, Через 40 дней, Не небо будет разрушено, И что делает, Видите, Что написано, Каждый повелел этот царь, И повелел провозгласить, И сказать, Неневье, От имени царя и вельмо, Чтобы ни люди, Ни скот, Ни воли, Ни овцы, Ничего не ели, Не ходили на пастбище, И воды не пили, И чтобы покрыты были вреднейшим люди, И скот, И крепко вопяли к Богу, И вопяли, Кричали, Каждый обратился, От злой пути своего, И относили рук своих, И знаете, Что думали, Они думали, Кто знает, Слухает, А может Бог передумает, Кто знает, Может Бог еще умилосердится, И отвратит от нас, Пилявший гнев свой, Ими не погибнем, Вы представляете, Дорогие, И написано в Слово Божие, Что, И увидел Бог, Что он увидел, Слова их, Не, Дела, Как брат передо мной говорил, Дела их увидел, Иоанн тоже самое говорит, Ни языком, Ни словом, Я иногда, Да, Часто слухаешь, Иногда брат так хорошо говорит, Знаете, Это тоже надо уметь, Не каждый может так хорошо говорить, Как некоторые братья говорят, Али мало говорить, Блудный сень, Як бы сидел бы там, Если бы я пошел бы до отца моего, У него много наемников, Извисит хлеба, Як бы только он говорил, Только что, Что он говорил, Но он не что-то делал, Написано, Он встал и пошел, Он сделал что-то, И не только словом и языком, А делом истинным, И Господь, Кажет, Увидел Бог их, Ни дела, Они обратились Со злого пути своего, И пожалел Бог о бествии, И, Которому сказали, Что наведет на них бествие, И не навел. Важно, Какие много милостивы Бог наш, Который он хотел, Да, Он хотел, Из-за их поганой жизни. Ну, Али, Когда жизнь меняет человек, Бог всегда дает возможность Прощать, Помиловать, Бедбодерить, Ободрить, 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 Ободрить людей. И Писание так же, Будем внимательно друг к другу поощрять, Любви, Добре, Бог нас не для того, Что обличает, Обличает, Да и требует обличать тоже. Вот, Если дерево не будет, Помните, Я вам рассказывал, Колес в Америке, Такой легкий ветер был, Не совсем так прямо, Аж, Как у нас на Украине, Часто бывает, Такой легкий ветер, Такие здоровые дерева попадали, Чему? Потому что они выросли в тепличных умовах, У них не было ничего, И они, Ихни корни, Прямо, Нас, Надлежала вот так на земле, Глубоко не ходила, А если бы они молодости, Перетерпели чуть-чуть ветра, Они глубоко пошли бы, И, Друзья, Бог нам так само дает возможность, Каждому из нас, Что мы петь бодерились, И если у нас съед хоть чуть-чуть, Что-нибудь, Бог готов нас благословить, Если мы видим человека хоть трошечки, Есть такие способности, Может, он любит петь, Но у него голоса нема, Слухай, Сказал Клиновский, Покойный Клиновский Когда-то говорил такие слова, Казал, Он был, Он очень, Кажа, Хотел я петь, Когда я пел, Соседи думали, Что ты лядущица, Кажа, Я страшно пел, Но впоследствии стал Первым регентом хору, Десять лет, Впоследствии, Бог начал благословить, У него было стремление, Если человек стремится, Павел говорит, Я стремлюсь, Почесть и висше знание, И в цели, Почесть и висше знание, Якщо у нас есть рвение, Хотение к Богу, То Господь нас будет поддержать, Бог нас будет благословлять, А если мы только можем говорить, Он не прав, Как брат, Кажа, Сидели двое сестер, Казалось бы, Можно было что-то услышать хорошее, Да, Что там, То есть оно, Наверное, Там, Иван, Да ты что-то там, Перепутает роды там, Не поймешь, Женский род, Мужской род, Не поймешь, Какой род, О чем он говорит, А что говорит, Ну то-то можно, Конечно, Но, А с другой стороны, Можно взять краше, Лучше, Иисус сказал, Я езжу виноградные лоза, А отец мой виноградный, А всякий у меня вес, Не принесающий плода, Он отсекает, И всякий у принесающий плод, Очищает, Чтобы боли принесла плода, Слава нашему Богу, Понимаете, Господь так уж нас сравнивает, Браты и сестры, На всех детей своих, Я езжу виноградные лоза, В ветви, Иногда, Знаете, Меня тоже другое смешит, Иногда люди говорят, Ты знаешь, У нас столько членов там, Той тысячу, Да это добре, Что тысячи членов, Пять тысяч членов, Десять тысяч членов, Это то же самое, Знаете, Кто-то хвалится, Ты бачил у меня виноградник, Сколько ветвей имею я, Пять тысяч ветвей, Десять тысяч, Ну ветви хорошо, Что имеешь, Ну не хвали с ветвями, Ты плоды, Есть там или нет, Может у тебя десять тысяч, Плоды какие у тебя, Хорошие ли плоды, Вот о чем требует, Иисус скажет, Бог очищает, Эти ветви очищает, Чтобы они приносили плоды, Добрые плоды, Хваляшись, Хвались Господом, Я тоже хочу, Чтобы наши цели были тысячи, И пятые, И десять тысяч, Но я не хочу, Что они были бесплодны, Лучше хай будут сто, Двести, Триста, Я не знаю, Сколько, Но зато плодовит и сочный, Чтобы они действительно Проявили Господа, И Господь, Действительно, Когда нас торогали, Сказать, У него сок есть, Вот там благословение есть, Не трогай, Не повреди ее, У него есть благословение, Знаете, Друзья, Мы все разные, Но поверьте, Мы все нужны лозу, Да, Если наш виноград, Господь, Кажется, Я виноградная лоза, Мы бред, Мы все ему нужны, Все ему, Все, До мелочи, Каждый из нас, Мы нужны Господу, Но, Если мы нужны, То мы должны быть плодоносными, У нас должен быть сок, Я, Помните, Когда-то рассказывал, Один пастор рассказывал, Я не хочу называть его имя, Он хороший брат, Пастор такой, Он рассказывал, Кажется, Однажды в аэропорту, Стою там, Армянин, Конечно, Армянин, Он говорит, В аэропорту стою, Бачу один армянин, По телефону, Кажется, Залик, Курит, Мало того, Курит, Маджукается, Ругается с кем-то, Я слухаю, Думаю, Ну, Что за ты людина, Ну, Ну, Что за ты человек, Я уже, Сердитый уже такой, Возмущен я такой, Ну, А он продолжает, Там что-то ругается, Что-то говорит, И никто, Кажется, Не предупреждает, Никто, Кажется, Я-то пастор, Я миг бы подойти, Сказать, Но я тоже молчу, Думаю, Ну, Хорошо, Как-то будет, И говорит, А когда подходили до самолету, Кажется, Я иду, А вы за мной идете, Я чую, Эта самая, Одна бабушка говорит, Вернее, Чую знакомый голос, Мать, Дайте я понесу, Кажется, Взял сумки одной бабушки, Ну, Ручной клад, Там такая тяжкая была, Что ли, Кажется, Дай я понесу, Кажется, Эта бабушка, Я слышу, Заду она говорит ему, Ой, Синок, Хай Бог тебе благословит, Твоя мама, Чтобы родила, Надо было, Чтобы родила таких, Как ты, Десять, Кажется, Я слухаю, Думаю, Десять таких, А Дух Святой говорит, Да, Десять таких, Ты пастор, Ты не мог помочь, А он, Да, Ты обзывал его, Чем угодно, А он, Кажется, Пошел и взял, И помог, Знаете, Добрый, Коли мы хорошо думаем, Коли добрый, Когда мы правильно оцениваем, А Бог хочет, Чтобы ей делали что-то, А этот человек, Который, Он, Мысли, Думал, Что за человек, Невихованный, Некультурный, А он получил благословение, Эта женщина сказала, Твоя мама должна была родить Десять таких, Я думаю, Десять, Да, Десять, Десять, Но зато, Качественные, Зато хорошие, Знаете, Да, Бывает, Наши мысли иногда не сходятся, Мы преждевременно Делаем выставки, Но, Дорогие братья-сёстры, Писание нам говорит, Гарантия наша, Это наш плод, Что мы не, Нас не отсекал Господь, Чтобы нас не выкинув огонь, Мы должны быть и плодоносны, Да, Поможет нам Бог, Чтобы действительно, Ветви, Которые не просто плода, Однозначно выкидаются, Отсекаются, Выкидаются, Так сказал Господь, Но, Якщо мы будем приносить плод, И, Знаете, Что сказал Господь, Еще одно место задал, Кажет, Не вы меня избрали, Правда? Не мы его, Он нас избрал, И поставили, Чтоб мы шли, Приносили плод, И, Кажет, Чтобы ваш плод привали, Чего не просят, Во имя Отца, Он даст вам, Мало того, Чтобы мы избрали Божьи, Чтоб мы были плодоносны, И, Чтоб эти плоды не были дикие, Эти не были не созрели, Не созрели, Они были сочные, Хорошие, Вкусные, Чтобы человек вкусил, И наслаждался, Слава Богу. Иногда, Когда-то я говорил, Иногда бывает, Знаете, Огонь, Это хорошо, Когда мы зажигаем огонь, Когда мы греемся, Это добре, Сухие дрова, Дерево, И все это хорошо. Ну, На богато, Плохо, Когда этот огонь дымит, Ну, Как дымит, Вроде ветви, Дрова, Ну, Мокрые они, Дымит, И так страшно дымит, Что впоследствии приходится, А Бог уходит, А Бог плакает, Сидит и плакает. Да помочь нам Бог друзей, Чтобы от нас никто не плакал. Еще одно место прочитаю, И, Хай Бог благословит, Продолжим наше служение. Луки 13 глава 6 стиха, Читаем, И сказал всю причу, Некто ему, Виноградник, Свою посаженную смоковницу, И пришел искать плод на ней, И не нашел, И сказал винограду, Вот я третий год прихожу, И искать плода на этой смоковнице, И не нахожу, Сруби ее, На что она землю занимает, Но он сказал ему в ответ, Господин, Оставь ее и на этот год, Пока я купаю, И обложу навозом, Не причет ни плода, Если же нет, То следующий год Срубишь ее. Ваши дорогие друзья, Бог дает нам Право, Возможности, Шерас, И еще этот год, Чтобы мы были плановостны, И служили Богу. И напоминаю сказанное, Прочитанное мною, Якщо бачишь в виноградном кисти сок, Не повреди ее, Потому что в ней есть благословение. Да поможет нам Бог, И хай Бог всех нас благословит. Прошу, Якщо есть Вирш песни, Прошу. Сестра Таня, Ведвага, Святая Таня, Вирш песни, Не спешите поступки людей обсуждать. Ваше мнение может быть ложным. Постарайтесь всегда человека понять, Как бы это вам ни было сложно. И не надо вновь все путь соли съедать, Нужно только свой норов заставить В чужой шкуре хотя бы чуть-чуть побывать. Себя вместо другого поставить. Да к тому же спокойно, без злобы, любя, Лишь тогда уяснить что-то можно. С колокольничь своей ни других, ни себя никогда нам понять невозможно. Потому-то писание и говорит, Вы свой гнев проявлять не спешите. Пусть разящим огнем ваше сердце горит, Но гордыню свою усмирите. Как же сделать кому-то добру не спеши, Если злобу к иному питаешь? Это ханжество или же серость души? Это грех, что во тьме совершаешь. Не спеши обещать, помогать, одарять, Если сам для себя не ответил, А пойдет ли на пользу твоя благодать, И вполне ли твой замысел светел. Но порой нужно быстро суть дела понять, И разумно на что-то решиться. Что же делать? Быстрее любовь познавать, К правде всею душою стремиться. И вот тут-то действительно надо спешить Цель ведь жизни земной К совершенству. Тот, кто мыслит иначе, Рискует лишить себя радости вечной, Блаженства. И чтоб в жизни всегда и во всем успевать, Да при этом и не ошибиться, Нужно разум предельно в работу включать И, советуясь с Богом, молиться. Слава Господу! Слава Богу! Сестра Люда Максимчук, ты сейчас хотела... Пожалуйста. Да. Что, звук погано, что ты... А если тебя спасти за такая беда, И кто-то принес для небес твоему, Был в дорогу, Ты все потерял, И уничтоженный ходит тогда, То, что бы тогда ты Сказал всемогущему Богу, А если твой дом Ураганом снесло, И ты не за день, И не пришелся без теплого крова, И люди в тебе с этой детской недоброй крыши, Какой никогда пронизнёк Бельфигорскому слову, А если детей потерялся в один страшный день, И сердце свое разрывалось без горькой разницы, И если б тебе не хотелось смотреть на людей, Какой молитвой Простер бы ты Господу уйти, А если бы ты был проказывающим И трезон, На теле своем не осталось бы места живого, И если бы хлебом твоим Встали слёзы и сон, Какой никогда пронизнёк бы ты Господу с Богом, Ты скажешь, Не может такое обрушить соврат, О, да, Но однажды случилось В тот раз И в праведной жизни Допущен был Господа мрак, И встать все свершился его И в детстве, и в крово, Он даже в огне от проказы В завет людей Он всё потерял, Но пред Богом вставал на колени, Он слово одно повторял, Повторял, Какой ты верь, Да будет пример Господь, И в благословении. Не бойся, На поле твоем не исчезли сада, И дом твой стоит, И все дети селёзы с тобою, Но если допустит Господь, И случится беда, Достойно справляйся, Вышедшие и внезапные беды, И не сладь, Безусечный, Не слушайся чейся волны, Без воли Господь, Благодарю, Благодарю! Слава Богу! ПЕСНЯ 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 Слава Богу. Жди душа, осталось так немного, терпеть и ждать, Хистос придет опять, терпи еще, держись за руку Бога, надейся, жди душа, тут трудно ждать, Он знает, ты давно Его заждалась, что в среду святых закралось зло и лень, что никогда еще так в церковь не нуждалась, в Его любви, единстве и тепле, что мир лежит в расклении и разбрати, в нем больно жить, часто не терпешь, когда глядишь, что даже сестры, братья, знакомые стали и всемели позже. Кому пойдем? В лагону вечной жизни? Лишь во Христе, в нем на все ответим. Мы расслабели на пути к отчизне, мы охладели, это не секрет. Мы это чувствуем, мы это понимаем, мы говорим об этом и поем, мы молимся об этом, унываем, приволочим свой крест, а не несет. Не страшно боль, не страшно испытание, они ведут к сердечной чистоте, из мертвого, пустого состояния, в победе, в совершенстве, в полноте. Пусть Дух Святой огнем повеет в снег и выжжет все, что дьявол нас одел, чтоб стали мы душисты с грежим хлебом и с зерен, что сам Бог обмолодил. Пусть Дух Святой огнем Ты пришел, чтоб милостью объять Ты пришел, чтоб сладким сделать горе Ты пришел, чтоб милостью объять Без тебя и жизни мне не надо Без тебя я только что дышу Ты святая Ты святая В жизни мне от рода Будь мой Господь тебя прошу Ты святая В жизни мне от рода Будь мой Господь тебя прошу Там, где небо встречусь с землею Чтоб из рук Чтоб из рук Чтоб из рук Чтоб принять меня Там впервые Встречусь я с тобою И глаза мои Узрят тебя Там впервые Встречусь я с тобою И глаза мои Узрят тебя А пока Надеждаю живою Я живу Пока в свой час умру Ты мне ближе Чтоб песок Прибою И дороже Чтоб вода В жалу Ты мне ближе Чтоб песок Прибою И дороже Чтоб вода В жалу Сёстры Ева Люда Ельня Когда б не ты Что сталось бы со мною Возможно ли без тебя Спаситель жить Мой Иисус Единственный с тобою Легко дышать И верить И любить Когда б не ты Где б я была Создатель Подумать страшно Ты меня привлёк И заключил В отцовские объятия И я принадлежу тебе Мой Бог Я дочь твоя Так сладко Знать мне это Учи меня Ведь я Твоё дитя Что быть мне Верной Всем твоим заветам И жить тобой Иисус Другим Святя Христос Христос Надежда Тех сердец Среди этой жизни На земле Которых спас Святой Отец От уз греха И жизни Взле Он жизнь свою За них отдал И мир небесный И в сердце дал Христос Надежда Христиан Всех континентов И всех стран Две тысячи Уж лет Ведёт Он Свой Искупленный Народ И кто Познал Любовь Христа Любить Стремиться Как Христос Любить Без меры Без конца Любить Хоть В жизни Много Слёз Любить Гонителей Врагов Закон Иисуса А ведь Таков Христос Надежда Христиан Всех Континентов И всех Стран Две Тысячи Уж лет Ведёт Он Свой Искупленный Народ Хоть Мир И хвалится Собой Своим Умом Гордится Он Но Что Весь Мир Перед Тобой В своих Глазах Хоть Силен Он Хвалиться Буду Я Творцом Моим Спасителем Христом Христос Надежда Христиан Всех Континентов И всех Стран Две Тысячи Уж Лет Ведёт Он Свой Искупленный Народ И нет Здесь Силы Чтоб Могла Нас Отлучить От Благ Христа Ни Широта Ни Долгота Ни Высота Ни Глубина Всех Христиан Господь Хранит Для них Он Всем Могущ Ищит Христос Надежда Христиан Всех Континентов И всех Стран Две Тысячи Уж Лет Ведёт Он Свой Искупленный Народ Не Надо Строить Башен Нам Небес Просторы Покорять Чтобы Подняться В небеса И там Планеты Созерцать Христос Творец Восхитит Нас Небесный Дом Возьмёт Свой Час Христос Надежда Христиан Всех Континентов И всех Стран Две Тысячи Уж Лет Ведёт Он Свой Искупленный Народ Христос Надежда Христиан Всех Континентов И всех Стран Две Тысячи Уж Лет Ведёт Он Свой Искупленный Народ Слава Богу У меня Микрофон Выключен Я говорю О гостям Собой Говорю Слава Богу Сестре Дуже Хороший Псалом Этот Псалом Ей На Армянском Я Пел Можно Скажем Чуть На Армянском Так Прошу Пожалуйста Друзья У нас Время Быстро Быстро Бежит И летит Летит Прямо Неумоверно Человек Там Правильно Сестра Оля Вирш Как редко Мы встречаем Средь людей Идущих Рядом Той же Дорогой Тех Самых Верных Преданных Друзей Как и Любовь Дающихся Нам Богом Пусть Мало Их Но Как Они Важны За них Ты Сердце Рвёшь Своё На Части Ты Им Доверить Мою Все Мечты И Сам Судьбе Друзей Принять Участие Они В душе Такие же Как ты Такой же Смысл Их Жизненных Стремлений И Взятие Такой же Высоты И Взгляд На Жизнь И Глубь Мировоззрений Они Подставят Твёрдое Плечо Беде Твоей Не Бросят Не Оставят И Типа Жизни С Ними Так Легко Они Не Предадут И Не Слукавят И Сколько Бед Не Встало На Пути Куда Б Не Завела Тебя Дорога Помогут Этот Трудный Путь Пройти Ведь Всё-таки Они Друзья От Бога Аминь Слава Богу Наташа Гукосян Церква Відвага Ми Любим Часто Від близьких Своїх І Від чужих Також Дари Приймати Для Тепись Мож Навчає Нас Усіх Блаженіше Давати Аніж Брати Давати По душевній Доброті Ділити Щиро Тим Чим Ти Багатий Давати Як Для Бога І Тоді Сам Успіхти І Щастя Даш Мати Та в нас Людей Частіше Буває Так Що ми Гребем Не від Себе І це На жаль Незаперечний Факт А ще й Сприймаєм Це Мов Так і Треба І не лише Матеріальних Благ Стосується Це Дари Душевні Любов Повага Ніжність У очах Тих І всі рім Повсюкдені У церкві На роботі Чи в сім'ї Так хочеться Щоб нас усі Любили Щоб найкращі Почуття свої Нам не шкодуючи Щодня Дарили О, як приємно І тепло На душі Як хтось Уваги Хвильку подарує І помолиться За нас В нічній тиші Хто вислухає І не розчарує Підтримки Від батьків Чекаєш ти Та чи являєш Послух їм І шану Їх треба цінувати І берегти Тоді вони Опорою Теж стануть Праців Повіриш Дежний раз Розради Підбодьорення Підмоги А сам допомогти І не намагався Уваги комусь Приділить Хоч трошки Щодня Будує Хтось добра мости А ти По них Спроможний Лиш топтатись І дарів Сердечних Ласки І доброти Від тебе Іншим Тяжко Дочекатись Завжди Приємно Брати нам Та все ж Давати краще Так Господь Навчає І що в житті Посієш Тей пожнеш По-іншому Тут просто Не буває Блажений той Хто з радістю Дає І взамін Не так Відтак Не жде Нічого Дарує Ближнім Він тепло Своє І жертвує Для інших Як для Бога Діли з любов'ю Часом І добром Час грошима Хто їх потребує Нехай горить Душі твоїй вогон Бо християнам Дуже так пасує Чи ти в літах Чи юний Молодий Одне Мій друже Варто пам'ятати Щоб мав Благословіння Ти завжди Блаженіше давати Аніж брати Амінь Так, прошу Кто там Брат Ерад Появився Дуже радий Давайте Брат Ерад Бо у нас Время дуже мало То що Появилися Добре діло Зробили Давайте Сразу Приступайте Зробити Зробити Благослові Благослові Зробити Такі Такі Зробити Зробити Благослові Благослові Зробити Благослові Благослові Зробити Благослові Благослові Ми видим Все Время Кожен день Все хуже І хуже Делається На этой землі Люди Такі Обозріні Друг на другу Вот Сегодня Молитва На групу Никто Не хоче Заходи Молити Никто Не желає Молити Знаете Мы Видим Что Люди Такое Время Настало Все Ходят Как В страхе А в страх Кой Человеческий Страх Не Божий А Бог Нам Всегда Говорит Боже Судьте чтобы мы все это самое приготовляли, потому что дни лукавые, дни подходят к концу. Действительно, как ты сегодня, брат, сказал, что за языками надо следить, за устами наши, потому что наши уста, я уже говорил, и он благословляет, и, конечно, и признает, но, конечно, это Богу не угодно. Пусть Бог поможет нам всем. Вот, ну, сейчас жена еще споет в салм. Вот. Я благодарю, конечно, Господа, что Бог, хоть мы из всех разных стран, из всех разных наций, но Бог нас соединяет, Бог нас любит, и он и любит, и любил, и дает нам еще возможность, чтобы мы могли еще духовно подукрепляться, и сегодня дал возможность прийти сюда еще, чтобы мы еще укреплялись, потому что, действительно, где больше дрова, там больше огня. Вот. Конечно, Бог слышит и дома, если мы молимся, ну, и Бог, конечно, очень сильно слышит, когда мы больше соединяемся и больше молимся, тревогу бьем в небо, к Богу, и Бог нас тоже слышит, нужды наши, Бог исцеляет всех. Кто желает, конечно, иметь исцеление, у кого есть вера, Бог это делает, Он исцеляет. Пусть Бог поможет и вам, и нам. Вот. А мы сейчас, Лида сейчас споет в салме, что жена. Лида. 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 А Вы молчите. Нет, по-русски она была Лида, а по-русски в Германии Людия. По-русски, по-русски, скажи. Нет, она написана Людия на немецком. Людина, ну понял, Людина. Только с ним спокоен я душой, Только в нем от раду нахожу я. Жизнь и цель, и гонник гребей мой, Через годы, степи и долины, Смело Господом я пропожу, Крепкою рукой его храни мы. К родине небесной я иду, Он мой сон от зла берегает, Охраняет жизни и труд земной. На распутье путь мой выбирает, Укрепляет скорби роковой. А когда настанет сумрак ночи, И меня к тебе Он позовет. На груди Христос замкну я очи, В отдых вечный Он меня ведет. Слава Богу! Слава Богу! Ну что, друзья, якщо больше никого нема, я бачу Овдичук подключиться. Овдичук, Володя, давай спивай и брат Василь уже приведет до молитвы. Брат Василь, ты готовый? Да, я готовый. Хай тебе Бог благословит. Пожалуйста, Овдичук, есть? Овдичук, Володя, ты готов? Не готов. Добрый брат. Пожалуйста, до молитвы. Пожалуйста, я хотел бы представить имя нашего Господа. Скажем, слава Богу. Слава Богу, брат. Я не знаю, видно у меня или нет. Видно, видно. Даже что-то. Что-что? Ну видно, даже слава что-то черненькое такая, трошки закрывает, но... Ну тут что-то якое, что-то... О, вот это, что это было? Все доброе, да? Да, о, вот это убрал, хорошо. Ну я думаю, первое всего, у кого есть какие нужды, хай скажут, и мы будем молиться. У меня также нужда за моего брата, я продолжаю молиться. У него температура 39, я только что с ним недавно говорил. И братиха тоже, Люба, ее ломает всю, у нее есть хворобу в теле. Хотел бы, чтобы поддержали молитвы, чтобы Господь являлся над ними, чтобы они были здоровыми, чтобы они могли прославлять Бога в телах своих. И, может, кого еще есть, можно сказать. Да, помолимся за твоего брата, братиху, за Гаяне помолимся. Потом сегодня одна сестра звонила тоже, помолимся за ней, хай Бог благословит. И вчера, я уже сказал, из Луганска один брат звонил, там его брат лежит тут реанимации. Тоже хай Бог его поднимет, хай Бог благословит. Может, еще и нужды, брат и сестры. Я, Господь Богу, за сестру. Прошу подниматься, имена молитвы, чтобы идти в моего дома. Так вот, ваше високе, ваше високе такие подозраки, может, и забраться за братейство, за пленение. Ну, я тоже хотел бы вас попросить всех, чтобы тоже поддержали в молитве, чтобы народ, чтобы Бог дал жажду народу, чтобы Бог дал жажду людям, чтобы люди приходили в церковь, чтобы больше молитвы были, хоть и в группы. Сейчас Бог такое время дал нам благоприятное, чтобы Бог дал такой разум человек, который создал через скайп, мы можем общаться, можно молиться. Ну, я хочу, чтобы вы поддержали и меня в молитве. Я тоже, как пастор, прошу за мою церковь, чтобы Бог тоже привел и к нам людей в церковь. Никто не желает сейчас идти, не знаю почему, но Бог знает. Но я только хочу просить всех, молите, чтобы Бог мне помог. Спасибо. Спасибо. Я за спасение и благословение, знаете, Володя Ильичук. Сегодня прошел в моей празднике. И он в таком плохом состоянии, духовном плохом состоянии. Сатана его терзает. Хай Господь спасает душу и десемо понимание, потому что это просто кошмар. Но я дякую Богу за спасение, что Господь работает с моим сердцем, благословляет меня на этом месте, даёт мне жить так, как он хочет. И дякую Богу также за помещение церкви 2, также я молюсь и прошу Господь благословить братья и сестры моих, чтобы они также имели место, где собираться, где, еще не только служение, знаете, у нас было вечернее зебрание, и так Господь благословил Словом. И также я желаю, чтобы мои братья и сестры из церкви 2 также имели вечернее зебрание и в среду, и в пятницу. Хай Господь благословит. Дякую. Слава Богу. Большое спасибо Богу. Прошу помолиться за спасение детей и здоровье, и за нужду, чтобы Бог вошел на встречу. Дякую. Сёстры Ева, Люда, благодарим Господа за все. Просим помолиться. Ой, список у меня тут большой за больных. Просим помолиться Володю Середнюка, Володю Барышкевича, Валю Лебедеву, раком больные люди. Просим помолиться также за за Павла Ивановича Ильченко после аварии. Я читала и благодарности его детей и как он выздоравливает. Слава Богу. За покаяние. Сестра Эльвира просит за папу. Сестра Эльвтина просит за детей. Мы просим за своих родственников помолиться, которые не спасены. И Господа благодарим за все и вас за молитвы. Спасибо. Спасибо, Господу, за симпликость Господнюю, любому забыть к мою, и ко мои детей. Просто помолиться, чтобы Бог дал покаяние отец, покаяние д eseคร元, sweets, брат к guardian, мотоцер earth и minha старость. Она не может ходить. Хай Бог сказал покаяние. А сын очень печенze. 贝 Бог сказал покаяние, сын. И так же давайте помолимся с нашего пастора, брата Сано, чтобы Бог укрепил его в вере, исцелил его ноги, благословил его, дав нам три мещения. За все дякую Господу, сестра Оксана, церковь и два. Дякую, сестра Оксана, но сестра, я не забыл об этом, за тобой вирш. Добрый брат Василь, пожалуйста, хай тебе Бог благословит. Читаю Слово Боже, перше всього потім трошки порозсуждаем і будем молиться, щоб Господь нас благословив на цю ніч, кого можливо й день, хтось, можливо, в дорозі. Будем відпочивати. Читаю апостол Павел Догалат написав в своем послании в шостому розділі таке слово. Братья, если и впадет человек какое согрешение, вы, духовные, исправляйте таково в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг у друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Вот сеющий плоть свою под плоти пожнет пленье, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унывая, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверить. И еще один стих читаю апостол Павел в втором послании к Фессалоникийцам написал в третьей главе. Тринадцатый стих. Вы же, братья, не унываете, делая добро. Такое место Писания мы сегодня выслушали, и другие места Писания мы слышали. Когда брат Псаноа проповедовал, я заметил такую одну деталь. Он говорил о том, о той виноградине, которую он садил несколько раз, и она не приносила плод. Да, мы желаем, когда что-то садим в своем огороде, чтобы это растение принесло плод, чтобы мы имели от этого пользу. Мы не садим в своих огородах какую-то лозу, там, иву или сосну, или какое-то еще дерево, которое не приносит плод. Вот, хотя и бывают такие деревья в нас, где-то они растут, близи, возле нас, но мы с них не срываем плодов. А то, что мы садим, мы желаем, чтобы оно принесло плод в свое время. И Слово Господне говорит, чтобы мы не унывали, но чтобы мы наблюдали каждый за собой, чтобы нам приносить хорошие плоды, как мы слышали сегодня, чтобы не кислые или горькие какие-то ягоды, но хорошие плоды, приятные на вкус их, и чтобы мы могли это употреблять и другим дать, чтобы они насыщались этими плодами. Господь учит нас через Слово Свое, чтобы мы, наблюдая за собою, чтобы мы смотрели за теми, которые, возможно, ослабевают в своей жизни, и даже согрешают, то написано, что вы, духовные, должны исправлять таковых дух и кротости. Иногда мы слышим наставление, оно такое, ну, как сказать, грубое, жесткое такое, даже бывает с криком. И это наставление может не быть принятым, даже может быть, ну, другая реакция. Может человек ожесточиться, может человек обидеться. А Писание говорит, чтобы мы наставляли в духе кротости и наблюдали за собой, чтобы самим не быть искушенным чем-то. Бог хочет, чтобы мы помогали друг другу, и, как я уже читал, чтобы мы носили бремена друг друга. Как раз через это мы исполним закон Христа. Написано, носите бремена друг друга. И мы сегодня будем молиться друг за друга, будем нести эти все тяжести, которые есть в жизни наших братьев и сесер, наших родственников. Будем просить, чтобы Бог благословил. И вы знаете, это тоже, можно сказать, посев. Мы, когда будем помогать, или когда мы помогаем, мы в свое время получим помощь от тех, кому мы помогали. И когда я читал седьмой стих, там написано, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. То есть, если мы жнем доброе, мы будем жать и жать доброе. А если мы не жнем или не сеем доброе, мы можем жать недоброе. То есть, пусть Бог нам поможет, и чтобы мы не унывали, чтобы мы ждали плодов своих. То есть, то, что мы сеем, они взойдут и будут для нас плоды. Пусть Бог поможет для нас, и даст для нас силы, и укрепит нас. Я вчера был в служении, и брат один проповедовал за трех людей, или, как сказать правильно, Три человека, которые получили в свое время от своего господина таланты. Один получил пять, один три, а другой один. И те, которые получили пять и три, они принесли еще другие таланты. Они употребили эти таланты в своей жизни. А тот, который получил один, он принес и сказал, на, возьми свое. Все, возьми свое. И он спрятал, он не принес прибыли этот талант в этого человека. И сказал этот господин, заберите и отдайте тому, который имеет десять, а этого бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Кажется на свое, на первый взгляд, ну, как бы жестоко. Он же отдал то, что ты дал ему. Ну, но когда мы вдумываемся в это, когда мы переводим это в духовный смысл, тогда получается так, что Бог дает для человека таланты свои. Он желает, чтобы человек эти таланты употребил в жизни своей. Чтобы, ну, использовал то, что Бог ему дает. И если он имеет пять талантов, он должен употребить этих пять талантов. А если он имеет один талант, он должен этот один талант употребить в своей жизни. Поэтому этот человек оказался ленивым рабом, он не употребил этот талант. И я хочу сказать, что Бог дает для нас, людей, талант. Талант один, кому два, кому три, кому пять, кому больше, меньше. Тот может петь стихи говорить, может проповедовать, может еще какие-то дела творить, может. Ему Бог дал таланты. А у кого-то может быть один только талант, только один талант. То есть молиться, может это несложная будет молитва, это может быть такая простая молитва. Но этот талант человек должен употребить в своей жизни, чтобы принести плод вот этого таланта. Пусть Бог благословит. Вы знаете, мне пришло на память, я когда-то слышал, может я уже говорил у вас за двух людей в одной церкви, этот мне пастор свидетельствовал. Подошел один брат, старец брат, он покалывался недавно, и он говорит, я не хочу быть бесплодным, я хочу приносить какие-то плоды, я хочу что-то делать в церкви. И брат пастор подумал, ну что ему дать, какое поручение дать ему. И пришло ему на разум, он сказал, вот вам ключ, вы будете открывать молитвенный дом, и вы будете закрывать молитвенный дом. И он говорит, хорошо, он не сказал, что это такое за служение, он не противился этому служению, но он принял от Господа это служение. Он взял этот талант для того, чтобы его употребить, для того, чтобы исполнить то, что ему поручил пастор. И он приходил, он открывал молитвенный дом, он закрывал, он никогда не торопился. Когда он приходил, была репетиция хора, он открывал молитвенный дом заблаговременно, он спрашивал у регента, во сколько закончится спевка. Тот говорил, в 9 часов вечера. Он приходил без 15, 9, садился в углу и ждал. Если спевка затягивалась и до полдесятого, и до десяти, бывало, там оставались еще, он никогда не говорил, что уходите, вы сказали, до девяти, а уже больше. Он терпеливо ждал, пока все выйдут, выходил, выключал свет, закрывал молитвенный дом. И пастор говорит, когда пришло время, этот брат отошел в вечность, и я увидел, сколько он, ну, какой труд он большой делал в церкви. Однажды я опоздал на служение, опоздал немножко не на служение, а для того, чтобы раньше прийти. И уборщица, которая имела ключ, тоже что-то пришла позже. И люди пришли, а молитвенный дом был закрыт. Когда я приехал, я увидел людей, стоящих у двери, и я понял, какое служение, большое служение, нес этот старец-брат. Еще один пример. Сестра подобно подошла и спросила, хотела иметь какой-то труд, употребить себя в деле Божьем, на Неве Божьем. И он ей дал такое задание, чтобы она приносила воду, чтобы она заботилась о том, чтобы в Доме Божьем была вода. И она действительно взялась за этот труд. Она приносила воду, она мыла кувшин, она мыла стакан, она стаканчик ставила с кувшином на стол. И это было ее служение. Но когда она отошла в вечность, этот брат говорит, я тоже увидел, что нет труженика, нет труженика в церкви. Я видел в стаканчике, чуть-чуть воды, засохший стаканчик, нечистый стаканчик, ведро, которое было с водой, было пустое, и кружку, которые набирали воду, хотели набрать воды, люди ударали. И я, говорит, я понял, что не стало труженика. Ну, вы знаете, каждый пусть исполняет дело то, которое Бог вручил ему, и пусть каждый знает, что этот его талант, который он должен исполнить или употребить в жизни своей. И мы имеем таланты. Я думаю, что нет бесталантных людей на свете. Я думаю, все имеют какие-то таланты. Но есть люди, которые имеют таланты делать зло, делать какое-то непотребство. Это тоже талант, но это талант не от Господа. Это другой талант. Но мы имеем таланты от нашего Бога, и мы должны употребить этот талант. И как Писание говорит, что носите времена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Мы можем понести этот тягар, мы можем понести это бремя, мы можем помочь кому-то, и это употребить. И в этом прославится Божье имя. И мы в свое время получим награду за то, что мы делали. Не будем унывать, но будем исполнять то, что Господь поручил нам. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипадше своим по вере. Будем делать добро всем, а наипадше своим по вере. Пусть поможет нам Господь, пусть даст для нас силы и мудрости, и страх пусть Божий наполняет наше сердце. Пусть Богу во всем будет слава. И как написано есть, что мы должны в нашей вере иметь дела. То есть вера наша сопровождается делами. И пусть Бог нам поможет, пусть Богу нам поможет, чтобы укреплялась наша вера и возрастали наши дела в нашей жизни. Мы будем молиться друг за друга, будем нести все эти нужды перед лицом нашего Господа. Пусть Он поможет. Кому есть возможность, мы преклоним колени свои, а кто не может, может подняться на ноги и будем молиться, взывать Богу нашему. Аминь. Аллилуйя Тебе. Ключаем микрофон и молимся, друзья. Милосердный Отец. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, Аллилуйя. Тебе, Господь, Тебе, Господь, Тебе, Богу лепитару Твоему, Господу. Я Тебе, Аллилуйя. Мы взимы от Тебя, Господь, и плачем, загружаемся перед Тебою, Господь. Господи, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иисуса Христа Аминь Хорошо, братья и сёстры Мы благодарим Господа и друзья и вам за то, что сегодня вы были с нами, мы были разом, и Бог почувствовал нас, благословил нас словом, молитвой утащив. И мы верим и дякуем и мы знаем, что наш Господь с нами, мы знаем, что наш Господь всегда с нами. Вот так уже писали, что мы двое или трое собраны во имя моё, сегодня мы собраны не во моё имя, не имя какого-то брата, сестры, мы сегодня собраны во имя Иисуса Христа. И Дух Святой сегодня среди нас, и Он нас утищает, обличает, учит, наставляет. Мы робим все необходимые для того, чтобы мы укрепились и укрепились, где мы находимся. Да поможет нам всем Бог. Да, с Богом житая, следующее наше собрание, друзья, будет неделю. В церкви, в реформаторской церкви у нас будут гости, поэтому ласково просим, приходите, приглашайте людей. Хай Бог благословит, там будет аппаратура, спив, поэтому да поможет нам Бог. Следующее онлайн-служение у нас будет вторник, у нас будут в гостях брат Эрад, Лик из Немечкини, и также брат Жан. Брат Эрад, вы будете заканчивать служение, готовьте, чтобы вы не сказали, вы не знали, вы чули, вы знаете, и мы будем ждать от вас проповедь на закинчение. Это будет вторник. Может быть, будут еще гости, я сейчас переговорю с одним братом, певец из Армении, он живет в Москве, брат Мурат, даст Бог житая, может быть, и он также будет участвовать. Ну, на разы, если у вас есть привет, дорогие братья и сестры, хай вас Бог благословит, можете передать ваши привет. Я сказал в кинцы, когда 5 часа объявят, все включаем наши камеры, пожалуйста, я же просил, в прошлый раз. В начале включаем и в кинцы включаем все наши камеры, чтобы мы всех побачили, попрощались, привитались. Будь ласка, кто там еще, брат Эрот появился, есть, Фурманчук, Максимчук, что дальше, не бачу никого. Ну, у нас четверо, оказывается, там их Бао, Зловацкая появилась, Мавуд Дверчом, О, Волосевич появился. Ваши послушные всегда не проявляются, а непослушных, где они? У нас, по-моему, нету непослушных, у нас все послушные, правда? А кто-то пропал. Не, Максимчук завелся. Хорошо, друзья, приветы есть? Сестра Воля. Какая сестра? Откуда? Сестра Воля, шире христианский привит. О, Долженькова завелся с Агнецией. Привит от моей семьи, от моей родины, родины Волосевича. Волосевича, принимаем привит. Сестра, которая дает шире христианский привит, надо пранечку. Сестра Таня Шур передает, принимаем. Володевичу передает, хай Господь, ясно, благословить. С Богом, надо пранечку. Дякую, брат Володя. Сестра, брат Виталий, брат Саша, Володя Шур передает, хай Господь, ясно, благословить. Принимаем, друзья. Дядя, брат Виталий, сестра, благословить. Сестра, Максимчук, принимаем. Сестра, Милан, тоже всем привет. Признает. Боян, что-то, оказывается, где-то есть, тоже принимаем. Что-то их не бачим. Прими шире христианский привит от семьи Долженков. Питание Галабурда передавало так уж шире христианский привит. Принимаем. Господь, береже, надо мать. Так, брат Виталий, у вас тоже есть привет, чи нема? Нет, конечно, есть. Всегда я жду, пока до очереди моя дойде. Все же, примите привет от нас всех, из Германии, от нашей семьи. Пусть Бог благословит вас всех. Дорогие братья и сестры, мы принимаем все ваши привиты, которые вы передали. Хай вас Бог благословит, ваши семьи. Как уже было сказано, у кого нет, у кого нет, хай Бог всех вас рясно благословит. И передайте вид нашей церкви, церкви благо, всем любящим Господу, щире, христианский привит. Хай Бог всех вас рясно благословит. На чем мы заканчиваем сегодняшнее служение. Следующая наша встреча, неделю, 30 дня, очное служение. Все, с миром Божьим, да поможет всем нам Бог. Субтитры подогнал «Симон»